Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». И сегодня мы поговорим о том, что на днях в Рязани начался конкурс под названием «Своя позиция». В нем принимают участие лидеры ученического самоуправления школ города. И сегодня у нас в гостях председатель оргкомитета конкурса Дановская Мария. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите немного, может быть, об истории конкурса, когда он начался, в каких годах и для чего он вообще нужен? 10 лет назад, в 2007 году, был создан городской штаб школьного актива. Это объединение для ребят, для активистов из школ, где они могли учиться и потом, приходя в свою школу, развивать органы ученического самоуправления. И те же люди, кто тогда создали городской штаб школьного актива, Тупицо Ирина Борисовна, Переходов Наталья Александровна, придумали еще и конкурс для лидеров органов ученического самоуправления. Тогда было несколько конкурсных этапов, несколько школ участников. И вот 10 лет конкурс развивался, каждый год что-то новое появлялось. Сейчас это конкурс, который два месяца идет, в котором очень много конкурсных испытаний. Ребята сами организуют и проводят мероприятия в своей школе. Ребята участвуют в круглом столе, в деловой греблиц, снимают видеоролик про лидера, готовят информационный стенд и пишут репортаж про свое мероприятие. Ну и, естественно, в процессе еще много-много общаются и многому учатся, а не только соревнуются. Все школы принимают участие? В этом году 24 школы у нас принимают участие, это рекорд за 10 лет. А вообще за всю историю конкурса 44 учреждения у нас приняли участие. Ну вот какие темы они поднимают? И получается так, что соревнуются школы между собой, правильно? Да. Вот о чем они говорят, какие темы затрагивают? Ну, например, в рамках круглого стола мы всегда сами, организаторы, ставим какую-то тему, связанную именно с развитием школьного самоуправления. А они уже высказываются на эту тему, свои мысли, свои какие-то проблемы, идеи существующие. А мероприятия, например, они проводят вообще на любые темы. Это исторические, литературные, развлекательные. В каждой школе свое. Нам удается побывать, жюри же ездят на каждое мероприятие, вот нам удается побывать на множество мероприятий. Там и масленица, и интеллектуальные игры различные, и квесты, и игры по станциям. А, например, на деловой греблиц ребята отвечают на вопросы по четырем темам. Это основа права, основа психологии, организационно-массовая деятельность и журналистика. Ну, то есть все-таки это будущие лидеры, да? Они должны все это знать. Да, это будущие лидеры, они сами учатся. И у нас те ребята, которые раньше принимали участие в конкурсе, сейчас многие из них выросли, многие из них стали руководителями каких-то молодежных, студенческих организаций. То есть продолжили свой путь в общественной деятельности. Я слышала, что доходят до администрации города, там работают, да? Да, есть такие ребята у нас. Например, один из участников конкурс два года подряд принимал участие, Никитин Артем Александрович, он сейчас глава молодежной администрации города Рязани. Есть ребята, которые приняли участие в конкурсе, а теперь сами стали организаторами конкурса. Один из участников сейчас является, например, руководителем городского штаба школьного актива. Вырос, то есть научился, вырос, стал руководителем молодежной организации. И есть ребята, которые развиваются и потом уже где-то в жизни трудоустраиваются. То есть для них это такая площадка стартовая для развития. Но вот эти лидеры ученического самоуправления в реальности могут в школе в своей что-то менять? Вот в процессе учебы, допустим, вне конкурса, вот в другие месяцы, да? Да, однозначно, да. Но они в процессе, они показывают же нам всю систему работы. Не только как они в процессе конкурса работают, но и как в целом их органы ученического самоуправления действуют. У нас конкурс три номинации. Главное, это номинация лидер-победитель, номинация команда, потому что с каждым лидером еще и команда действует. И номинация системы, где мы осматриваем, как в принципе система в школе функционирует. Благодаря этому конкурсу кураторы, те заучи, те педагоги, которые курируют органы ученического самоуправления, более заинтересованы, начинают смотреть на ребят, понимают, что они взрослые и ответственные люди, с ними там интересно работать и можно на них какую-то ответственность возложить. Поэтому органы ученического самоуправления развиваются и в течение года тоже работают. И мы тоже за этим смотрим. А вот что они делают в школе, например? Ну, самое распространенное, это, конечно же, различные мероприятия, различные внутренние газеты, внутренние стенды какие-то. У кого-то радио, телевидение школьное существует. И не во всех школах, но есть школы, в которых органы ученического самоуправления принимают участие в решении каких-то конфликтных ситуаций. Там между учителем, учеником, родителем, учителем. То есть участвуют еще и в управлении школой, как это в реальности, в идеале должно быть. Расписание менять не могут и количество часов предметов? Количества часов нет, но могут проголосовать за или против школьной формы, например. А, да? Да, в принципе, могут в школе устроить голосование, могут предложить какое-то решение администрации школы. Угу. Хорошо. А вот изначально откуда эта вот идея появилась? Где-то может еще ведется подготовка таких вот кадров, которые в будущем могут в лидеры выбиться? В общем и целом, да, подготовка ведется в городском штабе школьного актива. У нас действует двухгодичная программа, это объединение на базе Центра детского творчества «Феникс». В этой программе ребята от 14 лет могут учиться по четырем предметам. Это как раз основа права, организационно-массовая деятельность, информационно-издательская деятельность и психология общения. То есть ребята там учатся и, обучившись в городском штабе, могут возвращаться в школу и там уже развивать свое органы ученического самоуправления. Угу. То есть если даже не уверен в себе человек, вот вдруг решит немножечко пробиться вперед в лидеры, он может этому подучиться и в школе уже применять навыки. Да, да, все правильно. И в рамках конкурса мы тоже не оставляем просто так конкурсантов. У нас всегда перед самими конкурсными испытаниями проходят мастер-классы. Вот в этом году уже прошли, на которых ребята могут подготовиться, спросить там у экспертов, а как, а что лучше, и уже потом они начинают готовить свои, вот свои задания конкурсные. Угу. Скажите, в результате, вот когда уже конкурс будет подходить к своему логическому завершению, что должно оргкомитет определить, победителя или как-то единые номинации или разные, вот как это выглядит вообще? У нас в конце проходит фестиваль «Своя позиция», на котором награждаются ребята по трем главным номинациям. Это, как уже сказал, лидер системы и команда. Но помимо этого есть еще множество специальных номинаций за участие в каждом конкурсном испытании. Лучшее участие в круглом столе, лучший видеоролик, лучшие мероприятия и так далее. Помимо этого еще сами ребята голосуют, выбирают победителя номинации «Лучший среди нас». И еще в конкурсе работает детское жюри. Это ребята из других школ, которые не участвуют в конкурсе, они тоже выбирают своего победителя. Ну и плюс у нас уже два года действует особая традиция, мы ее называем квинтэссенция. Это мероприятие вне конкурсные, где все лидеры собираются, общаются, они начинают очень дружить после конкурса и обмениваются опытом. И, как правило, после завершения, после подведения итогов, все равно продолжают общаться. Кто-то приходит в городской штаб школьного актива, кто еще там не был. Кто-то попадает в другие общественные организации на другие конкурсы. То есть дальше работа все равно ведется с этими лидерами. Ну, приз будет какой-нибудь? Однозначно, призы будут, множество призов, которые мы готовим, множество призов от спонсоров за каждую номинацию, дипломы, грамоты, подарки. И, конечно же, бурные овации от всех школьников, от все оргкомитета, от всех членов жюри. Ну, вот в прошлом году приведите пример, какой приз был, может быть, если было вообще первое место. У нас нет как такого первого, второго, третьего места, есть победители в отдельных номинациях. За каждую номинацию свои призы. Номинация «Система» в прошлом году получила, ну, школа, которая выиграла номинацию «Система», получила принтер. Получили сертификаты в различные развлекательные организации для ребят, для самих. Номинация «Команда» получили, по-моему, гитару в прошлом году. Лидер получила сертификаты в книжные магазины и тоже в различные развлекательные настольные игры. У нас много спонсоров всегда в конкурсе, которые тоже представляют подарки. Ну, и плюс любимые подарки всеми ребятами – это различные продукции с символикой конкурса. Ручки, футболки, толстовки тоже, когда получается, все им дарим. Ну, я думаю, что ребята ценят этот конкурс не за материальные призы, а за тот опыт, который они получают, за какое-то развитие себя, развитие своей школы. Им сколько лет, вот примерно, участникам? От 14 до 17 у нас лидеры и члены команды от 13 до 17. Ну, школа сама выбирает, кого выдвинуть, правильно? Да, да. Сколько человек в команду входит? В команду до 10 человек. И вот сами они что говорят? Зачем им это все надо? В том числе и участие в школьном активе и в таких мероприятиях. Кем они в дальнейшем хотят стать или может что-то изменить? Все по-разному, вообще все по-разному. Кто-то говорит, что да, я хочу свою дальнейшую жизнь связать с общественной деятельностью, либо дальнейшую жизнь связать со школой, с педагогикой, и здесь я чему-то учусь. Кто-то говорит, что я просто развиваю свои личные навыки, я знаю, что здесь это получится. Элементарная коммуникабельность, которая пригодится в любой профессии, развивается, когда они участвуют в этой деятельности. Кто-то говорит, что он просто получает кайф от организации мероприятий, от общения со своими одноклассниками, от того, что участвуют в городских мероприятиях. Кто-то за конкретными целями идет, говорит, что вот я попробую здесь снять видеоролик, потом пойду на курсы, буду заниматься видео и так далее. То есть у всех свои личные цели. Но, естественно, больше всего их завораживает какая-то определенная тусовка, где вот такие же лидеры, как они, где им интересно общаться, и где они могут каждый день получать новую информацию, новые эмоции, и с новыми людьми интересными знакомиться. Каждый день будут проходить какие-то мероприятия, или как это будет выглядеть? Да, у нас практически каждый день будут мероприятия. Это несколько наших центральных и школьные мероприятия. Расписание есть на сайте Центра детского творчества «Феникс», а также в группе ВКонтакте «Своя позиция». И каждый может прийти посмотреть, также поддержать? Да, мы приглашаем гостей, мы приглашаем средства массовой информации, все могут посещать наш конкурсный этап, смотреть, поддерживать, участвовать. Узнавать что-то новое. Спасибо вам за то, что вы пришли, рассказали нам об этом мероприятии. Приходите к нам еще обязательно. Спасибо, приглашайте. До свидания. До свидания. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова